Всем привет, с вами Прея. Внимательные люди, открывшие данный видос, увидят, что длительность его меньше, чем у тех видосов, которые были по прошлым классам при прохождении героического торгаста. Ну, на Войне там вышел видосик где-то на час, на ДХ тоже примерно где-то час всё длилось, но на Друиде поменьше. Вопрос, почему? Хороший вопрос. Самые внимательные люди увидят то, что полное прохождение в кавычках. Окей, это прохождение неполное. Почему? Ответ пора дать. Есть интересное такое понятие в Варкрафте, дисконнект, которое происходит, ну скажем так, относительно рандомно. В тот момент, когда я проходил башню, это вроде было на 42-м этаже, или что-то типа такого, 42-й, кемеровский регион, в котором я живу, забавно, кстати. Просто-напросто произошёл дисконнект в тот момент, когда мы разговаривали на стриме о дисконнектах вообще в Варкрафте в принципе. Карма возможно, окей. И в тот момент, когда я уже перезашёл в игру, я сначала прогружался в Таргаст, потом появился второй лодинг-скрин, второе загрузочное окно, и по итогу меня выкинуло в обычную локацию Shadowlands. Знаете, проходить по новой башне Таргаст, это такое себе удовольствие, и вообще проходить её, это тоже такое себе удовольствие, как она устроена. Первые лвла вы набираете аниму, вы думаете о том, что взять, как можно усилить намного лучше своего персонажа, и по итогу следующие лвла вы просто фейсролите. То есть на друиде это уже началось где-то примерно с 35-37 этажа, то есть это довольно-таки забавно было. Суть в том, что я бы просто дальше шёл и шёл на друиде, и просто пинал бы, и пинал мопцов и боссов очень быстро. То есть ничего такого классного, уникального в этом нет. Но, как говорится, стартовая вся абсолютно ветвь развития особенностей аниме на этом видосике присутствует. Ситуация плачевная, мне хотелось бы пройти полностью, но времени не имеется. Время это очень ценный ресурс, стоит признать, так что как-то так. В тот момент, когда уже, надеюсь, башня выйдет на ДК, таких проблем не будет, и по ДК прохождение будет полное. Ну, может быть, если ещё на паладина сделают башню в ближайшее время, то и на паладине пройду. Опять же, всё зависит от желания, ну и от времени. Вот так вот, с такой мыслью погружаю вас в видосик. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Приятного вам просмотра всего этого стартового прохождения. Увы, не полного. Ух ты, новый вход какой-то даже сделала. Ничего себе. А мне героек нужен? Конечно. Меня перезакинет, наверное, или что случится? А, нет, типа я засетил и всё. Ну, новый вход в башню. Раньше он другой был, мы это помним прекрасно. Ну, там сейчас какие-то текстурки. Ну, пока что не прорисованные, типа, дефолтные. А там смотря, соло-таргет или не соло-таргет? Ну, как бы, корона, это прикольно, будем честны. Корона упорства, то, что мобы кастают медленнее. Но у танков обычно проблемы с соло-таргетами. Поэтому, ну, какой-то, типа, дэмэдж нужен. Наверное, пыли всё-таки. 6000 дэмэджа вроде неплохо. Нужно ещё фреймы передвинуть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, наверное, кастет. Потому что бутыль мне не особо пригодится на первых текущих этажах. А вот какой-то дэмэдж, он всегда будет полезен. Ну да, кастет сурефоба. Что получается? Баркскин и айронбарк. Айронбарк — это железный мех. А баркскин... Это часто используемое слово, но я его забыл, потому что я проснулся только недавно. Добывая кожу, по-моему. Вроде, да. Это мы точно не берём. Ну, щиток, который мало стакается. Тут уменьшение творимого исцеления. Ну, такое себе. Да, конечно, 30% искусности. 30% искусности. А, хотя за счёт искусности я получу плюс исцеления. Это забавно. То есть, чисто такая банка без отхилу по факту будет. Но не, рано ещё такой бонус брать. Да, наверное, обычная способность друидов под номером 8. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это прикольно. А тут дэмэдж. Острые колючки. Это, по-моему, талант на дэмэдж идёт. Ну да, всё верно. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю. Ну, маунт мне ни к чему здесь. Здесь я сам себе маунт в кошке, да, так если задуматься. Защитная фантазма, но это слабенький талант. Он себя, ну, никак не оправдает. Тут только остаётся обычная способность друидов под номером 9. Её даже никак не назвали ещё пока что. То есть, сокращение бруста на 30%. Получается так, что... Специю это хорошо. Это очень даже хорошо. Для мишки особенно. Самое главное, чтобы крысы попадались. Так, тут что? Ну, тут надо максимум дэмэджа брать. Это будет верса. Ну, и это будет обычная сфера. С роллом способности. Серьёзно? Ну, окей. Ещё дубовая кожа на 100% продлена. То есть, это чё, она получается теперь? 36 секунд действует вместо обычных 12? Ну, прикольно. Не, ну можно листик взять, чтобы лунный огонь быстрее тикал, чтобы взбучка быстрее тикала. Это даст дэмэдж. Но, с другой стороны, дубовая кожа действует от острых колючек, от таланта. И то есть, это тоже потенциальный дэмэдж. Я не знаю, что лучше из этого. Урон сил природы иногда применяет к цели эффект Вечная Буря, наносящий урон в течение неограниченного времени. Вау! Это хорошее, кстати... Талант, с целью того, чтобы убивать такие мощные соло-таргеты. Это очень хороший... Талант, очень хорошая способность. Это что? Эфирный распылитель. Эфирный распылитель. Распределяет получаемый урон между противниками. Но вы больше не можете отступать. Хм... Это интересно. Я думал, это распределение исцеления. Это... Получаем его дэмэджем. Да не, наверное, перейдет. Получше. Как бы... Вы не можете отступать. Но это просто будет так, что на финальных уровнях башни мне придется вычищать весь трэш, и он меня не отпустит. А мне такое счастье не нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Мобы, пораженные Мунфайером, получ... Наносят на 20% меньше дэмэджа. Ну да. Это полезно. Не напрягай меня с утра такими вопросами. Крит. Ну это корни делают дэмэдж. Не группа корня, а в смысле корни, которые вешаются. Тики дот. Пусть быстрее идут, окей. Ну что это? Что это за дерьмо? В рамках альфа-тестирования, конечно, нужно брать фантазму. В тот момент, когда мы будем на лаве все это чистить, нам нужно будет брать души. Души это... От Ковенанта и все такое прочее. Ну тут фантазма. Дальше. Вы постоянно имеете бонус Сердце Дикой Природы. Сердце Дикой Природы, оно у меня на исцеление идет. Хм. Это может на кота взять? Не знаю. Хотя нет, на хилате вот это тоже полезно. Наверное, да, наверное. Эпический талант возьму. А, все сердца бафнуты. Ммм. Ммм. А что мы от этого получаем? Так, тут понятно, тут хил. Тут стамина. Эффект суммируется, неистовая, получает еще один заряд. Брон в солнце категории себя зверя увеличен на 30 и плюс 1 комбо-поинт. Тут... Ну, типа... Стар Сюрч. Баланс. То есть ваш. Стар Сюрч. Савиный. А все? Все, а теперь все? Он пропал? Типа на 45 секунд бонус и все? Ты что, блядь? А ну-ка, это самое-ка, ну-ка. В смысле? И все? И теперь он один у меня только будет? Их же должно было быть 4. Ну. Что? Что за приколы? Я-то радостно уже думал, что все 4 будут бафнуты. Тут один только оказывается. Ну, он бафнут вечно. Тут спорить ни к чему. Вот он висит, этот баф. Ну, это же, ну, это бред какой-то. Типа, зачем мне форму менять в тот момент, когда я в бою, чтобы дэмэджа по себе больше получить? Ну, это, типа, прикольно с целью того, чтобы нанести дэмэдж. Но касательно получаемого дэмэджа, это все выглядит крайне печально. Не знаю, костят даже. Типа, повешать на себя хилл каст. Ждать прок аэронбарка. ХЗ. Наверное, да. Эфир себя хорошо показывает. Эфир себя очень хорошо показывает. Но мне кажется, рано еще терять возможность кружка. Поэтому пускай будет хоста. Короче, чат. Моп максимально манекен Я могу его, блять, мунфайером просто с рейнджа пинать Он мне ничего не сделает Серьезно, хотите так и будет? Чекайте Ну это долго просто будет Я не хочу бой затягивать на Слишком большое время У меня его не очень много А ты состоишь в сообществе адекватных стримеров Которое создало харизма И меня туда никто не приглашал Значит я неадекватный нахуй Вот и все Это таланты, которые дают баф Но при этом вешают дебаф Которые уменьшают дэмэдж от какой-то стихии И уменьшают отхил Я не хочу уменьшать отхил Мне отхил нужен Поэтому я возьму зубы Вот эти Все Ну какая-то такая логика пока что Ну опять же, да То, что мы на альфе сидим Можно взять правый талант В тот момент, когда мы будем на лайве сидеть Нужно будет душу брать Чтобы ковенант нормально раскачивается Тут что? Верса Верса лучше Тут нужно ультиматум брать Что такое яростное разрывание Яростное разрывание Это тут, да? Что я тогда возьму? Луч Типа салтаргет Или раздавить Наверное раздавить будет лучше Типа салтаргет Субтитры делал DimaTorzok Центральный, то есть 43 версии Ну да 43 версии это хорошо Нет, не баг-репорт, все эти названия еще не доделаны Руту выдерживает на 300% больше урона, прежде чем перестает работать А, ну короче, с учетом того, что я никого не рутаю В целом это бесполезно Ну, возьмем Типа дэмэдж от решифта Ну, корону упорства можно взять Почему бы и нет Вы автоматически используете спелл в момент смены формы Если вы вне формы, вы получаете дубовую кожу Если вы прыгаете в кота, то бафается, делается тревожный рев Если вы прыгаете в мишку, делается низкое восстановление Если вы прыгаете в сову, делается мункин форм Ну, будем откровенны То есть, миазмы Слабенько Флакон уже есть Ну, пастет Сейчас нужно проверить Оно как-то вообще с кдшкой, не с кдшкой А, ну чекайте Вот кожа юзнулась К тому же продленная за счет бонуса Нормально Я нашел камбу Или что? Ну, получен талант Родство с балансом Так, и что? Ну-о Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, маску можно взять Как вариант Или идола Не, лучше идол Фантазма, да, это вроде бы прикольно, но этот щиток настолько слабенький Да, тут нужно идола брать Ваши наносящие урон заклинания Солнце с высокой долей вероятности могут похитить здоровье противника в объеме равном 10% от вашего максимального здоровья Окей Ваши первые успешные атаки против элитных противников уносят дополнительный урон в объеме равном половине максимального запаса здоровья цели Эффект будет снят после того, как вы победите трех элитных противников, после чего ваш максимальный запас увеличится на 30% здоровья Ну, типа это прикольно Повышение хп там, да, и все такое Ну, клинок поинтереснее выглядит, к тому же, если хп на стакать Хп будем стакать, значит, сейчас, ну, клинок То есть гильотина, она прикольно смотрится на первых трех мобов элитных Но потом ты лутаешь просто хп-шку И это уже как-то становится новой малость бесполезно Клинок, он будет всегда актуален, он будет всегда работать Вот в чем еще Плюски вон Первую надо брать Гроу Мне что, орать нужно будет, что ли? Я не буду орать на стриме Рек какой-то, прыг Увеличивает получаемый дэмэдж на 30% на 8 секунд По таргету Но это полезно Тут наследие А, это таунт Окей Тут душу леса мы получили Увеличие позволяет накапливать на 5 больше ярости И наносит на 25% больше урона Хорошо Кстати, заметили то, что абсолютно со всех этих сферок Всегда даются таланты левые Ну, которые слева находятся То есть, например Острые колючки Душа леса Яростное разрывание Родство с балансом Ну, по идее, она должна быть Но в итоге мы его не получили Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Держи Ну, кстати, колорец возьму Потому что я могу Браво! Я превзошел сам себя Идеальные прыжки Просто самые лучшие Мастер прыжков На стримере Ну, нормально Нормально сейчас Все нормально Супер плавно Ну, наверное, да Продление железного меха Пускай будет Каждый 20-й тик Мунфаера Делает фуллмун Ну, это для субтитров, наверное, да Еще один спринт Ну, значит, еще один спринт Или подождите А, он у меня же тоже будет прокать У меня же тоже есть Мунфаер Можно взять Тройнуть Это будет интересно К минимуму Это Сильдон Я не знаю Нормально ли у нас Отхила Чтобы брать Нет, нельзя Фонарь брать Фонарь брать нельзя Потому что урон От темной магии Темной А у меня Тайная магия Нет, тогда В теории можно Ну, не, еще рано Еще рано Брать такой талант На уменьшение Отхила Еще получается Тридцаточка То есть уже 60, да? Да, все верно Ради пяти крита Я летал туда-сюда Ну, окей, хорошо Спасибо Ну, что, серьезно, что ли Эфир брать? Я, кстати, все равно Смогу прыгать, если что Я дам вам Спойлер А, нет Знаете, почему нет? Потому что Колодец был взят До эфира Если бы я сначала взял эфира Потом колодец Тогда я бы мог прыгать А так я не могу прыгать Ну, типа, похуй, короче Ладно, 30% Мейн статы лишними Никогда не будут Зато я теперь Не улечу с платформы Вот Нужно везде искать свои плюсы Теперь, да Теперь я не улечу с платформы Все верно Вот так вот Чувак Хитерки Сосать Сосать Прикольно Прикольно Наверное, просто альфа не выдерживает Такие большие пулы Ой, подождите Варкрафт же в целом Не выдерживает Большие пулы мобов Как я мог забыть об этом А почему они не бьются Эти мобы Э, я что, вылетел? Алло Роффлите, что ли? Ну, вот зачем ты написал Про дисконнекты? Нет, просто Варкрафт Не выдерживает Нихуя Вы еще давайте Серве оффните, да? Нет, нормально все Вы че, блядь? А вообще, если просто задуматься То, скорее всего Я срочно потребовался Андуинурину Ну, другого объекта Объяснения данной ситуации У меня просто-напросто нет Так как Это все, скорее всего Было спланировано Вот теперь уж Всех вам благ Счастья, здоровья Берегите ноги Мойте руки Не забывайте о ссылках в описании Конец До скорого